Книга «Открытым оком», 29 том, вопрос 4013. Разбор выступлений. Можно ли разобрать во свете Библии хотя бы одну проповедь Иоанна Кронштадтского? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Его авторитет был не от проповеди, а от исцелений и исповеди, а от чудес, которые случались. Батюшка Иоанн был академист и знал, как составить проповедь. Но если сравним его проповедь с проповедью Ярла Пейсти, Чарльза Сперджина, то разница будет очень уж большая и не в пользу чудотворца. Здесь нет призыва к рождению от Духа Божия, от Слова Божия. Иоанн, как и все православные, ремонтирует, реставрирует мертвеца. А вопроса о его воскрешении они не ставят даже. Иисус взял с собой Петра, Иакова, Иои и Иоанну и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте. И Аташет немного пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. Марка 14, 33-35. Предметом нынешней беседы с вами, братья и сестры, я беру самые трудные минуты из земной жизни нашего сладчайшего Спасителя. Его смертельную скорбь в Гефсиманском саду, прежде распятия, и молитву Отцу Небесному, до кровавого пота, да минует его час сей, или, по сказанию другого евангелиста, да немоидит чаша страданий его. Лука 22, 42-44. Говорю, самые трудные минуты, потому что, укрепив дух молитвою, он спокойно, с непоколебимым мужеством предался врагам своим, с адской злобою жаждавшим его смерти, и до самой смерти сохранил божественно величественное спокойствие духа. Итак, слушайте, пришед в сад Гефсиманский, в котором совершилось его предательство коварным Иудою, он начал ужасаться и тосковать. О грехи, грехи наши! Вы самого Спасителя мира по его человеческому естеству довели до праведного ужаса и тоски смертной. Как вы отяготели на нем, неповинном, единому греху! И было чему ужасаться, и было о чем смертельно тосковать. Грозная, точная правда Отца Небесного возвергла на сына грехи всего мира, грехи людей всех времен и народов, в том числе мои, ваши, людей прошедших времен, временем настоящего и будущего, до скончания мира. О, какое и сколь тяжкое это время! Невыносимое ни для кого из смертных, ни даже для всех ангелов, если бы они и захотели взять на себя это время. Ибо это время бесконечно тяжелое, как бесконечно правда Божия, бесконечно поруганное, как бесконечно милосердие Божие, решившее помиловать грешный род человеческий через страшный, бесконечно дорогой выкуп. Не удивляйтесь поэтому, что Бога-человек ужасается бесконечно великого. Бремени, как человек, взявший на себя наши немощи и понесший наши недуги. На нем отяготели безмерные моря грехов человеческих, все их праведное возмездие, все подобающее им по правде Божие мучения, мучение временное и вечное. Ибо все верующие в Него и кающиеся искренно получат ради его страданий и смерти свободу от временных и вечных мучений. Но продолжим беседу на дальнейшее сказание евангелиста. Ужасаясь и тоскуя о грехах человеческих, он сказал, «Душа моя скорбит смертельно», то есть о грехах человеческих, о грехах всеродного Адама, ибо все люди – его семя, его порождение. О скорбь безмерная, любвеобильная, жалостливая всех, плодотворная! О скорбь спасительная для многих, многих верующих и кающихся! Эта скорбь Бога-человека исходотайствовала нам у Отца Небесного спасительную печаль по Бозе, печаль о грехах и жажду правды. Печаль, Бог, я же по Бозе, покаяние, нераскаянное во спасение заделывает. 2 Коринфина 7, 10 Но Господь скорбил безмерно и о том, что Его скорби, Его страдания и смерть, Его кровь, излиянная за грехи мира и воскупления Его, будут для многих неверующих и хулящих Его, бесплодны и послужат к большему их осуждению, как поправших кровь завета вечного, излиянную для искупления, а не для погубления. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противника. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смертью, то сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал, «У меня отмщение, я вас дам», говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой. Второзаконие 32, 35, 36. «Страшно впасть в руки Бога живого». Теперь обращусь с вопросом к себе и к вам. Ввиду смертельной скорби Искупителя мира о грехах наших, скорбим ли мы сами о своих грехах, причинивших такую смертельную скорбь нашему Господу? Искренне лекаемся в них, чувствуем ли их тягость, сознаем ли ответственность за них пред Богом праведным, истезующим от всех правду? Стараемся ли творить плоды покаяния? Вот миновало для нас в этом году Святое Время Четыридесятницы, данное Богом для нашего покаяния, для познания всей прелести и пагубы грехов, для исправления и обновления духовного и телесного. Позаботились ли мы все, чтобы это время прошло для нас душеполезно, плодотворно, спасительно? Святая Церковь называет всех православных христиан в литургийных молитвах святым и избранным стадом Христовым. Приличествует ли нам это название? Таковы ли мы в самом деле? Признает ли нас Христос на страшном суде своим стадом, своими овцами? Будут ли для нас искупительны страдания Христовы и смерть Его за нас? А десную или слева от себя Он нас поставит на стороне овец или козлищ? О, сотвори меня, Господи! А в час ловесного Твоего стадо и от части козлищ избави меня. Еще хочу предложить вам сегодня один вопрос с ответом на него. Почему святые мученики и мученицы Христовы пред своими ужасными бесчеловечными мучениями и во время самых мучений не ужасались и не тосковали, как искупитель мира Христос, а с радостью шли на всякие мучения и во время самых мучений радовались, как свидетельствует неложная история и акты мучеников. От того, что их укрепляла сила Христова и как бы сам Христос страдал в них, а не они сами, яко иному страждущу, по выражению церковной песни, всю остроту и тягость мучений перенес на себе Христос, агнец Божий, земля и грехи мира, а им оставалось только в нем страдать, как таинственным членом его тела. Вот чем объясняется их отрада и радость страдания за Христа. Кроме того, их утешала твердая надежда на будущую жизнь, которую они видели пред собою, как настоящую. Пострадавый и умерый за нас и воскресый из мертвых в третий день, Господи, слава Тебе! Аминь! Святой Праведный Отец Иоанн Кронштадтский Колоссянам 1.10-14 Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Салтирь читают или же поют три тысячи погожих лет и хмурых, сдохни щиты и тех, кто влип в уют бесчестных истребить скорей. Псалмы пятидесят и девяностые звучат по храмам, в утренних молитвах, в них главная конструкция и остров. Ста пятидесяти псалмов взывают слитно. Историю побед и поражений проходим с непокорными, как мы. Герасим Павский перевел нам прежде для будущих потомков все псалмы. Что видел псалмопевец, пережил? Во всем везде узрел он и Ягову. Любил он Бога, а не гаражи. И счастье в Боге видел не в подкове. Сегодня хмарь, а к вечеру и дождь. Пока что без прогляда в грозных тучах Любой из нас блоха, червяк и вож. С Давидом было ненамного лучше. Мистически мы вместе с пастушком Сразим гиганта бед, как Голиафа. За пляшущим и мы пройдем пешком, Неуязвимые для миллиона мафий. В салтирь ласкаю взглядом постранично И слышу зов Христа из всех псалмов. И не Давид писал ее, а каждый лично. Хотя бы был последний охламон. 2 июня 2008 года. Игнатий Лавкин.